Защитников экологии жестоко избивают пенсионерку, которую на видео протащили и как мусор скинули в канаву. Сейчас судят якобы за избиение двух охранников. Абсурд. Как показал Иван Голунов, за мусорными скандалами стоит столица. Это ее мусор. Чиновники и компании тесно сплетены в один клубок. Уважаемые коллеги, еще в 2013 году президент обозначил необходимость создания современной системы утилизации и переработки отхода. Заявил об обязательном широком общественном осуждении перед принятием таких либо решений. Общество идею поддержало, но что мы видим спустя 6 лет? Защитников экологии жестоко избивают и арестовывают. Всеми способом пытаются заткнуть им рот. Вот кадры телеканала «Дождь» о том, что происходит на станции ШИС в Архангельской области. ЧОП избивает людей, вышедших протестовать против незаконного строительства полигона. Думаете, полиция задержала этих ЧОПовцев? Нет, она стала крутить и арестовывать местных жителей и даже депутатов. Всего на станции ШИС уже пострадало в разной степени до 40 активистов. В частности, пенсионерку, которую на видео протащили и как мусор скинули в канаву, сейчас судят якобы за избиение двух охранников. Абсурд! Мне хотелось бы показать вам кадры не «Дождя» первого или второго канала. Но вот незадача, они трусливо молчат. Хуже того, Россия-1 Архангельс показывает встречу мусорного инвестора со свезенными на автобусах якобы местных жителями. Массовка пестрит плакатами за полигон. Областной министр рассказывает об изысканиях, мол, на заболоченных местах ШИСа может строить мусорный полигон. А вот в СПЧ прошли к выводу, что полигон будет загрязнять бассейн реки Вычигда, источник питьевой воды. Но московские и архангельские власти это не останавливают. Уже вырублено около одного гектара леса, инвестор в технопарк говорит, что подготовлено все для последующих изысканий, экспертиз и общественных слушаний. У него, видно, нет сомнений, что он обеспечит нужные результаты. Да что там какие-то эксперты и общественные слушания, если да, для реализации проекта замдиректора технопарка и по совместителю руководителя профземресурс в деревне Михали, Калужской области, просто сменили местный совет. Депутаты отказают переводить земли из сельхозназначения в промышленное для размещения опасных отходов. Тогда администрация распустила сельсовет. К выборам населения деревни выросло почти вдвое. Большинство новых жителей прописало в двух домах. Шестерых бывшим депутатом избирком отказал в регистрации. В итоге только двое избранных оказались местными. Теперь деревня ждет до 1,8 миллиона тонн мусора в год. Об этом в ноябре прошлого года писал Иван Голунов в своем расследовании. Он провел простой подсчет и обнаружил, что 5, а то и 6 миллионов тонн мусора из Москвы пропадает неизвестно куда. Вот вам и ответ о причинах появления несанкционированных свалок в Подмосковье. И когда экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун заявляет, что конфликт с губернатором Воробьевым связан с ввозом отходов в район в нарушении всех лимитов и норм и вопреки массовым протестам, я ему верю, потому что граждане неспроста протестовали против свалок в подмосковных Коломне, Тарусе, Клине и других городах. Но вернемся к Москве. Как показал Иван Голунов, за мусорными скандалами стоит столица, это ее мусор. Чиновники и компании тесно сплетены в один клубок. Вероятно, журналисты пытались заткнуть в том числе и за это расследование, как закатывает и газету КПРФ «Тульская правда», подвергнувшей критике необдуманную и несогласованную с местными жителями мусорную реформу, а также публиковавшую соглашение правительства Москвы и Тульской области по сотрудничеству в сфере отходов. Полиция в наглую, без решения суда, нарушив закон о СМИ, арестовала более трех выпусков «Тульской правды». Распространители задерживают, правду вытаскивают из почтовых ящиков, правду скрывают от народа. В этой связи я могу сказать только одно. Чиновникам никогда не провести успешную реформу обращения с отходами, пока они выбрасывают на свалку и зарывают на полигонах демократию. Власть не слышит ни народ, ни научное сообщество, ни даже европейских коллег. Еще в 2017 году Европейская спецкомиссия заявила, следует запретить строительство новых мусоросжигательных заводов и вывести их эксплуатации старые. Вслушайтесь! Оказывается, это ужасно вредно. При сжигании пластика образуется диоксин. Вещество вызывает глубокое нарушение обменных процессов, ломает работу иммунной системы, провоцирует онкологию, вызывает бесплодие. Яд накапливается в окружающей среде и организме. Исследователи из Испании получили 90 тысяч пациентов в 2013 году, опубликовали отчет о росте заболеваемости 33 видами рака в зоне от 5 до 50 километров от завода. Самое время построить в России 238 мусоросжигательных заводов решает наше гениальное просто правительство. Да еще каких? Заявление, что в Подмосковье строится 4 объекта по образцу самых современных предприятий Японии и Швейцарии. Это страшная ложь! Доцент МИФИ, кандидат физико-математических наук Валерий Сосновцев рассчитал, что максимальные выбросы диоксина серы в Могутово более чем в 30 раз превышают проектные швейцарские пыли в 30 раз, ртути в 10 раз. Неудивительно, у них 6 ступеней фильтрации выходящих газов, а у нас только 3. И то они поняли, что это небезопасно. А нам правительство говорит о том, что концентрация выбросов все равно будет соответствовать нормальным нормативам. А на самом деле на наших мусоросжигающих заводах для занижения концентрации выбросов будут просто разбавлять колоссальными объемами атмосферы. Это абсурд! Но есть ли альтернатива, причем отечественная, почему они полностью игнорируются? Профессор национальной исследовательской университеты МИИ, доктор технических наук Игорь Мазурин, говорит о наличии у наших ученых альтернативных способов переработки отходов, в том числе без хвостов, без сортировки, без сжигания. Я надеюсь, здесь выступли далеко не только, чтобы критиковать, хотя главы ряда регионов явно заслуживают отставки. Я озвучиваю конструктивные предложения, послушайте их. Первое. Каждый этап реформы, обращение с отходами должен реализовываться только после одобрения в широких научных и общественных кругах. При этом нельзя подменять демократические процедуры, такие как общественное слушание, их имитации или просто игнорировать их результаты. Необходимо обеспечить надзор в соблюдении законов, в том числе об общественной экологической экспертизе. Недопустимо, чтобы гражданам не давали проектную документацию для ее проведения под предлогом защиты коммерческой тайны, как это было по МСЗ Воскресенске или как по московскому МСЗ-4, где инициативной группе пришлось дойти аж до Верховного суда. Хотя тот же Верховный суд отменил референдум в ШИСе. Необходимо возродить практику проведения референдума на всех уровнях. Об этом говорил президент Российской Федерации. Второе. Сортировка мусора по значкам общепринятой маркировки упаковок. Третье. Реальное стимулирование раздельного сбора мусора. Во множестве муниципалитетов Америки для тех граждан, которые сортируют мусор, отходы вывозят бесплатно. Гениально! Четвертое. Повышение экологичности упаковки многообразной многооборотной тары. В Соединенных Штатах Америки стоимость бутылок и банок закладывается стоимостью товара, но часто деньги можно вернуть, сдав тару прямо у магазина. Да что там в Америке? Все мы помним многооборотную тару, всеобщий сбор макулатуры, стекла, металла, соответствующие экологическое воспитание в Союзе, СССР. Далее. Запрет одноразового пластика. Ежегодно в мире образуется около 300 миллионов тонн пластика. В океане формируются целые острова. Евросоюзе и Канаде по миру запрещают одноразовый пластик. Мною было предложено правительство аналогической меры, и уже 27 апреля Минприрода это поддержала. Нами начала работа по разработке данного законопроекта. Я вот прошел по кабинетам Госдумы, зашел к вам, к товарищам, в буфет, и вот целый пакет такого мусора набрал, вот этого одноразового. Его не берут во вторсырье, коллеги, не берут. Даже в Евросоюзе 70% пластика не перерабатывается. Сжигать его также нельзя. Поэтому давайте откажемся от того, что нам нужно считанные часы, чтобы принять решение вот в этом зале. А разлагаться вот это будет десятки и сотни лет. Спасибо большое. Сухарев Иван Константинович, пожалуйста. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.